Здравствуйте! Это «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Парадоксы, параллели и детали в призме нашего получасового анализа. И сегодня в выпуске карантин замедленного действия. Как в мире пытаются остановить распространение коронавируса? И в штатном порядке. Президенты Трампа оправдали по всем статьям импичмента, как это повлияет на предвыборную гонку в США. Все это в ближайшие полчаса в нашем эфире. Итак, еще одна неделя глобального противостояния распространению коронавируса с необнадеживающими результатами. Число жертв эпидемии превысило 600 человек, число заразившихся – 31 тысячу. Разные страны продолжили эвакуацию своих граждан из Китая. В России вывезенных граждан поместили в карантин в Тюменском санатории. В США несколько сотен человек разместили на военных базах. Процесс вывоза американских граждан продолжается. Накануне этого эфира я связалась с заместителем директора Департамента инфекционных заболеваний Государственного центра по контролю и профилактике заболеваний США Джейм Баттлером и спросила его об эффективности предпринимаемых мер в попытках ограничить распространение вируса. Доктор Баттлер, мы наблюдаем массовую эвакуацию американских граждан из Ухани. Из того, что мы знаем, эвакуированные находятся на карантине в течение двух недель. Считаете ли вы, что на данный момент у вас достаточно данных о вирусе, чтобы предположить, что двухнедельный карантин – это достаточная мера предосторожности? Карантинные меры и эвакуация американцев из провинции Хубей составляют лишь часть процесса, в рамках которого мы подходим к решению проблемы этой эпидемии. В настоящее время меры, связанные с безопасностью поездок и пересечения границ, являются адекватными для того, чтобы мы могли замедлить распространение этого вируса. Нам кажется маловероятным, что удастся полностью его блокировать, но мы стремимся минимизировать происходящее, насколько это возможно, а также замедлить продвижение вируса в Соединенные Штаты, что нам необходимо для лучшей подготовки. Это соответствует и многим нашим планам борьбы с пандемическим гриппом. При этом мы понимаем, что чрезвычайно сложно будет сдержать пандемию нового штамма. Мы только в состоянии смягчить его воздействие. Узнали ли вы что-нибудь новое о бессимптомной передаче вируса? Как это влияет на рекомендации вашей организации по мерам реагирования? Мы занимаемся не только рекомендациями, но и стремимся прогнозировать будущее этой эпидемии. Есть целый ряд проблем, которые являются очень важными. Одна из них связана с риском передачи вируса от людей, которые так и не обнаруживают симптомов, а также тех, кто способны передавать вирус другим до появления симптомов у них самих. Вы, наверное, знаете, есть сообщения о целом ряде подобных случаев, по крайней мере, по некоторым данным. И это, конечно, влияет на то, что мы способны противопоставить распространению вируса, так как скрининг приезжающих в страну во многом основан на выявлении именно этих симптомов. Нам кажется, что даже если происходит асимптоматическая передача вируса, риск такой передачи выше у тех людей, у которых проявляются симптомы. Они могут кашлять, у них может быть сильный насморк или другие признаки, которые приводят к более быстрому распространению вируса. Каковы последние данные о случаях коронавируса в США? Какова динамика? 12 человек в Соединенных Штатах с диагнозом коронавирус находятся в настоящее время в стабильном клиническом состоянии. Кстати, большая часть из них, похоже, выздоравливает. О их состоянии пока нечего добавить. Но тут важно отметить, что все эти случаи, кроме двух, это люди, ездившие в Китай, в основном в провинцию Хубей. Есть один случай контакта с зараженными новым вирусом за пределами провинции Хубей, и два случая в Соединенных Штатах, когда вирусом заразились проживающие совместно люди. Я думаю, что в какой-то степени это помогает нам понять, каким образом вирус распространяется. В настоящее время, похоже, именно провинция Хубей — это район, где вирус распространился больше всего. Но за пределами провинции Хубей, и уж точно за пределами Китая, вирус, можно сделать вывод, передается только в случае тесных контактов. Доктор Батлер, ну вот мы знаем, что работники здравоохранения, чиновники не предоставляют детальную информацию о 12 заболевших, ссылаясь на конфиденциальность медицинских данных и право этих людей на частную жизнь. Это вступает в противоречие с концепцией безопасности общественного здравоохранения. Я знаю, что вы сейчас сталкиваетесь с этой дилеммой конфиденциальность против общественного блага. Как вы для себя решаете этот вопрос? Вы очень точно описываете компромисс, которого нам необходимо добиваться. С одной стороны, мы хотели бы предоставлять как можно больше информации обществу с тем, чтобы люди могли делать все необходимое для своей защиты. Но мы уверены, что в настоящее время риск заболеть у населения Соединенных Штатов в широком смысле чрезвычайно мал. С другой стороны, если граждане считают, что возможны нарушения правил хранения частной информации или что их могут подвергнуть осуждению и другим притеснениям в результате поставленного им диагноза, они с меньшей долей вероятности и с большей долей сомнений решатся на обращение за медицинской помощью и получение диагноза и лечения. Существует целый комплекс соображений, когда приходится взвешивать риски и предполагаемые преимущества. Мы считаем, что на данной стадии это все очень важно. Вы уже упомянули важность соблюдения конфиденциальности информации о пациенте, что имеет ряд аспектов, связанных с американским законодательством. В настоящее время появляются теории о том, что некоторые группы населения могут быть более генетически предрасположены к заражению вирусом и иметь более серьезные последствия. У вас есть данные по этому поводу? У меня нет никаких данных на этот счет. Без сомнения, об этом нам бы хотелось узнать больше. Пока несколько преждевременно говорить на эту тему. Если обратить внимание на некоторые пандемические данные о прошлых эпидемиях гриппа, обнаруживается некоторая вариабельность, особенно в данных 1918 года, относительно тех или иных слоев населения, непропорционально пострадавших от эпидемий. В частности, это представители исконного населения. Сюда следует включить и население Северной Америки, оказавшееся подверженным эпидемиям в более серьезной степени. Кроме того, нам неизвестно, может ли предварительное заражение коронавирусом, который вызывает простуду, обеспечить в какой-либо степени перекрестный иммунитет. Мы активно ищем ответы на эти вопросы. Насколько я понимаю, чиновники от здравоохранения оценивают риск для граждан США как низкий. Тем не менее, уже почти невозможно достать где-то медицинские маски. Какие рекомендации вы даете населению в смысле средств защиты? Главное внимание мы уделяем общепринятым вещам, которые всегда рекомендуем, особенно в сезон развития гриппа. Это мытье рук. При этом мыть нужно тщательно, не просто споласкивать, мыть водой и мылом в течение 20 секунд. Следует упомянуть и использование гелий для мытья рук с содержанием спирта, тогда, когда нет возможности вымыть руки водой. А если вы заболели, прикрывайте рот при кашле. Вот еще общие рекомендации. Старайтесь не подносить руки к лицу, особенно к глазам, носу и рту. Вирусы иногда прикрепляются к рукам и сохраняют способность к инфицированию в течение короткого времени. Таким образом, возможно самозаражение, а следовательно, и приобретение не только коронавируса, который, как мы знаем, не имеет в настоящее время широкого распространения среди населения Северной Америки, но и гриппа, а также некоторых других респираторных вирусов, которые всем известно существуют. Целый ряд европейских стран объединили свои усилия по эвакуации своих граждан из Китая. Об этом накануне этого эфира я также говорила с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ленкевичем. Вы написали в Твиттере, поблагодарили французскую сторону за помощь, оказанную в эвакуации ваших граждан из Китая. Коронавирус сейчас у всех на устах. Как сейчас дело обстоит с теми, кто приехал из Китая? Точнее, одной гражданки. Мы занимались этим вопросом вместе с нашими французскими коллегами. Этот человек сейчас уже находится во Франции, пройдет карантин во Франции и потом вернется домой. Так что я бы хотел сказать, что в решении этого вопроса мы видим большую солидарность наших французских друзей. Они тоже организовали переезд других граждан Евросоюза. Я думаю, что в таких кризисных ситуациях то, что мы называем солидарностью европейской, то, что мы называем сотрудничеством, это работает и работает даже очень хорошо. Я хочу вас спросить, как вы вообще подходите теоретически даже к решению этой проблемы? К чему-то готовитесь или нет? Или это все-таки решается на каком-то общеевропейском, общеколлегиальном уровне? Это, конечно, во-первых, решается на уровне организации здравоохранения, международной организации здравоохранения, потому что эта организация отвечает за координацию усилий всех стран. Во-вторых, конечно, этот вопрос обсуждается на уровне Евросоюза. И в-третьих, да, у нас тоже, например, министр созвал так называемый Совет по кризисным ситуациям, где и министр здравоохранения, и ответственные службы дали свою оценку. Ну, мы считаем, что мы готовы к такими ситуациями, кто-то может появиться тоже и у нас с признаками этого вируса. Но и министры здравоохранения, и ответственные службы говорят, что да, мы должны готовиться, мы фактически готовы реагировать, но тоже не надо слишком уж сеять большую панику. Конечно, есть много еще, скажем, таких деталей, которые мы не знаем, как этот вирус долго будет держаться, сколько еще пройдет время, пока мы найдем какие-то там противодействия. Но вместе с тем мы готовы к этим ситуациям. Мы считаем, что то, что предпринимается и Евросоюзом, и организацией по здравоохранению уже в мирных масштабах, это, в принципе, достаточно, и пока какие-то особые ограничения вводить не надо. Позиция министра иностранных дел Латвии Эдгара Ренкевича по ситуации с коронавирусом. Полную версию этого интервью смотрите совсем скоро на нашем сайте и в YouTube-канале. Президент США тем временем в пятницу в ходе телефонного разговора со своим китайским коллегой выразил надежду на то, что Китай справится со вспышкой коронавируса. Разговор последовал за победной для Дональда Трампа неделей во внутренней политике. Об этом дальше в нашем эфире. Итак, начало недели в Америке ознаменовалось Днем Сурка. Извлеченный по многолетней традиции на белый свет в Пенсильвании грызун пообещал стране раннюю весну. На этом хорошие новости для некоторых американцев не закончились. Уже в середине недели Сенат оправдал президента Трампа по всем статьям импичмента. Без вызова на слушание свидетелей и дальнейшего расследования. Фраза в штатном порядке или бизнес из южил приобрела на этой неделе в стране новое измерение. О последствиях оправдания американского президента в третьем в истории страны в процессе об импичменте я спрашивала накануне этого эфира политолога Теодора Карасика. Я думаю, что снятие обвинений будет продолжать разделять Соединенные Штаты тех, кто за Трампа, тех, кто против Трампа. Это снятие обвинений придаст энергии его приверженцам, потому что их это вдохновит, выдушевит. А те, кто продолжают его ненавидеть, найдут другую причину ненавидеть его. И существует большое количество различных юридических моментов, которые могут использоваться для того, чтобы далее привлекать президента каким-то образом к суду. При этом надо иметь в виду, что, конечно, большое количество внутренних политических событий будет происходить, политических партийных совещаний. Это все отразится на том, к какому результату они придут. Снять обвинений значит, что все опросы, все, что делалось до снятия обвинений, теперь все это надо пересмотреть или вновь провести. Так что это очень важно. Это меняет ландшафт американского политического выборного процесса, по крайней мере, на следующий месяц или на два. Как это повлияет на международные отношения? Что касается внешней политики Соединенных Штатов, я думаю, что важно помнить, что другие страны следили за Соединенными Штатами, следили за этим процессом против президента. И теперь, когда он завершился, они должны опять решить, что же делать, если президент Трампа, с него снятое обвинение, необходимо соответствующий план разрабатывать. Многие страны считали, что Трампу будет объявлен импичмент, и многие готовились на всякий случай к тому, что произошло бы, если бы Пен стал президентом. Этого, конечно, не случится уже, и этим странам придется срочно пересматривать свою политику в отношении Трампа, который только что вышел победителем из-за этого американского политического процесса. И как это в целом повлияет на имидж Трампа? Образ американского президента — это образ победителя в своей собственной политической системе, и он, наверное, даст Трампу больше власти, если хотите, или присутствует. Это присутствие уже достаточно существенное, и снятие обвинения, вероятно, даст ему дополнительные возможности более решительно действовать в различных направлениях внешней политики. Таким образом, администрация Трампа может добиваться своих целей более энергично. Теодор Карасик в нашем эфире. На молитвенном завтраке на следующий день после своего триумфального оправдания президент Трамп назвал демократов, хотевших подвергнуть его импичменту нечестными и коррумпированными. Ранее во время обращения Трампа к Конгрессу спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст обращения президента, переданный ей в соответствии с протоколом. Межпартийные страсти, впрочем, были не единственной приметой прошедшей недели в США. В Айове кипели страсти внутрипартийные. Кандидаты в кандидаты в президенты от демократов после предвыборных кокусов долго не могли определиться с победителем. После многочасового напряженного ожидания, из-за давшей сбой системы подсчета голосов, стало очевидно, что побеждает молодость. В меру распиаренный кандидат Пит Бутиджич с незначительным перевесом вырвался в лидеры гонки. На этом фоне конгрессмены-демократы пообещали продолжить расследование в отношении Дональда Трампа в комитетах Конгресса. В коллизии предвыборной обоюда партийной острой борьбы обсуждаем сегодня с гостем нашей студии, политологом Марком Гопиным. Марк, приветствую вас. Спасибо за участие в этой программе. Первый вопрос для вас. С какими репутационными результатами вышли из процесса импичмента президент Трамп и демократы? Я думаю, что все настолько парализовано, что каждый, в общем-то, сохранил устойчивую свою репутацию, она в неприкосновенности у своих избирателей, и практически все остальные сбиты с толку и до сих пор не понимают, что делать, за кого голосовать, и, возможно, даже не будет участвовать. Для грядущих президентских выборов это создало еще большее смятение в умах избирателей. Мне кажется, действительно, особенно независимые избиратели сбиты с толку, но те, кто утвердился в своих взглядах и поддерживает, скажем, демократов, им устраивает то, что сделала Нэнси Полоси. Сначала сделала дружелюбный жест, далее ее отвергли, и после этого порвала текст речи. А сторонники Трампа, наверное, довольны тем, каких результатов он добился, и, собственно, опросы показывают, что популярность его несколько выросла. Демократы решили продолжать расследование в комитетах Конгресса. В этом есть какой-то практический смысл на этой стадии, когда президент Трамп так широко уже отпраздновал свою победу? Они считают, что они также одержали победу в смысле проведения импичмента по определенному злоупотреблению. Если они обнаружат другие злоупотребления, если будут достаточные доказательства, возможно, проголосуют за новый импичмент. Здесь все в политических расчетах. Есть достаточно вещей, которые можно расследовать, но здесь нужно политически рассчитать, будут ли преимущества для партии. Теперь один раз они уже выступили. И сравнить это с необходимостью победить на выборах. Какие у вас ощущения от предвыборной гонки демократов, того, что мы наблюдали в Айове? Избирательная гонка демократов, в общем-то, показывает то, чем демократы занимались с самого начала. В жизнеспособной демократии существует разрозненность, соревновательность, и это хорошая вещь. Но раньше никогда не наблюдалось такого разнообразия, учитывая тех, кто когда-то начинал эту избирательную гонку в самом начале. И в то же время все это запугивание демократов, все эти обвинения в безумии деморализуют и разделяют людей. Они так напуганы возможностью того, что Трамп захватит страну и погубит демократию, что они сейчас пытаются понять, то ли Байден может справиться с этим, или Берни. То есть существует 3-4 категории избирателей, которые думают об этом, и есть подтверждающие доказательства и того, и другого, и третьего. А теперь существует еще и Блумберг. То есть 4-5 разных групп, крупных групп, которые считают, что только наш представитель спасет страну. А это, конечно, сбивает с толку, но процесс привычных выборов все равно пройдет, закончится, независимо от того, сколько денег у Блумберга, все сведется к тому, получит ли он голоса. А выборщиков Берни будет продолжать действовать агрессивно, мощно. Посмотрим, что сделают остальные. Байден по опросам должен быть победителем в неопределившихся штатах. Тем не менее, у него дела там идут очень плохо с самого начала. Во всяком случае, такое представление его кандидатствия. Объединение в лагере демократов могло бы как-то помочь? Возможно ли в сложившейся исторической ситуации оставить разногласия и, например, объединиться вокруг одного кандидата? Ну что же, все напоминает 1968 год, ситуация с Магаверном и Никсоном, когда казалось, что не существует никакого единства, оно невозможно. Вопросы настолько разделяют общество, что просто по-другому не может и быть. Похоже, что Берни по характеру сильнее, чем Магавер, но он вносит большую поляризацию. Поэтому очень сложно сказать. Многие, кто голосовал за Берни, в конце концов, выступили за Трампа. Если кто-то и оттянет на себя избирателей Трампа, то это может быть только Берни. А в неопределившихся штатах, похоже, нам нужен кандидат умеренного толка для того, чтобы привлечь избирателей. Все, конечно, непонятно, обескураживает. И, к сожалению, нету точек соприкосновения между сторонниками Берни и остальными демократами. Марк, ну и, наконец, на основании того, что происходит сейчас, что мы можем сказать о состоянии американской демократии? Мне кажется, состояние американской демократии находится в состоянии шока. В результате того, что беспрецедентная власть появилась у социальных сетей, средств массовой информации, это меняет реальность. Это обескураживает, сбивает с толку. С одной стороны, жениспособная демократия, но ведь демократия может быть хороша настолько, насколько хороша информация, получаемая людьми. Итак, информация передается в руки социальных сетей, она разрознена, дальше искусно, тонко направляется в сторону поляризации населения, особенно тех, кто находится далеко справа, тех, кто является основой республиканской партии. Таким образом, опасность политики идентичности, тех, кто поддерживает теорию превосходства белой расы, все это представляет большой опасность для Соединенных Штатов. То же самое можно сказать об Индии, тоже жизнеспособная известная демократия. Вот эти попытки поляризировать население, основываясь на этничности, расе, все это угрожает демократиям по всему миру, и это совершается определенными средствами массовой информации, социальными сетями, у которых серьезное намерение укрепить, объединить определенных избирателей на основании страха и запугивания. Демократия пока не научилась, как совладать с этим. Мне кажется, что в Соединенных Штатах свобода демократии в конце концов возьмет свое, будет разработана методология того, как с этим справиться. Но сейчас демократия находится в состоянии шока. Оказалось, что очень легко поляризировать, промыть мозги, как легко разрушить выборы, как легко убрать фамилию человека и списка избирателей, как легко вмешаться в электронную систему. Сейчас на демократические констракты совершается наступление, они сбивают с толку, обескураживают. Но когда у специалистов, у людей будет возможность предложить альтернативы, мне кажется, в конце концов мы вернемся к большей стабильности. Но пока вот эти обвинения в безумии, те, что мы слышим за пределами Соединенных Штатов, внутри Соединенных Штатов, все это носит чрезвычайно разрушительный характер. С самого высокого уровня мы слышим от самых богатых людей всего мира о том, что Фейсбук должен действовать публично, открыто, подобные вещи. Все это будет иметь свои последствия. И в конце концов, я считаю, будет создан иной путь проведения споров, получать информацию, вот не то, чем мы занимаемся сейчас. Марк, спасибо вам большое за ваш анализ. Напоминаю, что гостем нашей студии был Марк Бопин. Спасибо, что провели эти полчаса с нами. Это «Настоящее время итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Дальше больше. Всего вам доброго и до следующей недели. Субтитры подогнал «Симон»!